Мы уже не раз упоминали о том, что сегодня президент Хендрик Ильвис, Томас Хендрик Ильвис, вручит в Русском театре ордена выдающимся деятелям Эстонии. Ну а на прошлой неделе министр культуры Индрексар наградил 34 предприятия и в том числе частные лица, которые активнее всего поддерживали местную культуру в прошлом году и также область спорта. Тисло друзей культуры по итогам 2015 года удостоились в том числе компании АЭС ЭПИМ, Алексела Групп и также Марья Увир Нейвильд и Индрекс Нейвильд. Сегодня у нас в гостях председатель управления концерна Алексела Групп Хейти Хейль. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот компания Алексела Групп поддерживает достаточно крупные мероприятия, такие как Дни оперы на Сарама, кинофестиваль «Темные ночи», он же Пев, помогает симфоническому оркестру Скандинавии и профессиональным спортсменам. Почему для компании, которая занимается топливным бизнесом, так важно поддерживать культуру? Во-первых, Алексея занимается только топливным бизнесом, а продает своим клиентам, кроме автомобильного топлива, разные виды энергии. Это электроэнергию, природный газ. И мы считаем, что культура – это как энергия души, это просто дополнительный вид энергии, который мы своим клиентам и друзьям можем предлагать. Ну, достаточно много интересных культурных мероприятий происходит у нас в Эстонии. Если, скажем, они хотят получить вашу спонсорскую поддержку, то каким образом вы выбираете те мероприятия, которым вы можете оказать эту финансовую поддержку? Может быть, не только финансовую? Ну, в основном, конечно, у предпринимателей, что люди с отрасли культуры спросят, да, деньги. Выбор всех этих проектов исходит у нас как будто с двух категорий. Во-первых, у Алексея есть принцип, что в местном обществе, где мы ведем свой бизнес, а это в основном не Таллинн, а и до вирумасские города Силаме, Котлайя, Кивели и в городе Пальдиске, то там везде мы стараемся найти что-то, что мы можем отдать обратно местному обществу. В основном это как-то так сложилось, что это местные футбольные школы. Алексей является главным спонсором Силамейского клуба Силаме Калев, который и в высшей лиге эстонского футбола с ним известен. Таким же образом у нас существуют свои спонсорируемые школы и в Пальдиске, и в Кивели. Поможем местным самоуправлениям строить для этого инфраструктуры, то есть футбольные стадионы и так далее. И тогда вторая часть по спорту выбирается тем, что нам нравятся люди, которые ставят себе высокие цели, и тогда целеустремленно этим и идут. И мы это просто средство, которое поможет им свои мечты реализовывать. По-моему, в эстонском спорте чуть много такого мышления, что если журналисты возьмут интервью у спортсмена, который идет на чемпионат мира, и какой результат вы ожидаете. Но если в двадцатку попойду, то все уже очень хорошо. По-моему, спортом нужно заниматься только тем, чтобы выиграть. И хороший образец. Например, последние три года мы являемся главным спонзором вехтователя Николая Новоселова. И это решение пришло в течение пяти минут, когда я встретился с Николаем, и спрошу, у него не очень получилось на Олимпийских играх в Лондоне. И после этого мы встретились, он говорит, что нет, я хочу стать олимпийским чемпионом в Рио. И для этого мне надо вот это, 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 чтобы было реально достичь такую цель. И таким людям помочь легко и приятно. Но вот вы сейчас долго рассказываете о спорте, а как все-таки вы выбираете культурные мероприятия? Потому что поддержка футбольной школы, фехтовальщик Николая Новоселова. А культурные мероприятия как вы выбираете? Я, во-первых, здесь хочу делать поправку, что мы считаем, что и спорт является частью культуры. Верно, Министерство культуры не совсем так читает. Я согласен. Но с культурными мероприятиями мы смотрим на то, чтобы эти были мероприятия, которые, скажем, были на топ-уровне. Это все-таки для предприятий такое имиджевое тело. Имиджевый проект, да. Да. И тогда каждое предприятие хочет, чтобы его логотип был на мероприятии, которые самые лучшие. И, как вы сказали, в Сарамарские дни оперы, например, в это лето у нас будет третий год быть главным спонсором. И если мероприятие признают самым лучшим туристическим мероприятием года в стране, то это приятно, что ты участвовал в чем-то, что реально достиг успеха. Члены правления, например, Алексела Групп или, может быть, работники этой компании, они также являются почитателями культурных событий, постоянно ходят на них, ведут спортивный образ жизни, следят за спортивными достижениями наших спортсменов. Следят они спортивными достижениями или нет, не сказать трудно. Но на все культурные мероприятия, которых мы поможем, мы своих работников всегда превышаем. Ну вот если говорить о спонсорской помощи, то с 1 февраля у нас в Эстонии произошло изменение в энергетической сфере, в топливной сфере, которой занимается Алексея Лунас, произошел рост акциза на топливо. Были митинги, где выступала в том числе и компания Алексея Лунас и говорилось о том, что наоборот снизит все это дело поступления налогов в казну. До сих пор вы придерживаетесь такого мнения или нет? Не то, что придерживаясь, но позируя на цифрах, я в этом уверен. И мы просто дошли сейчас в ситуацию, где стоимость топлива в соседних странах, и здесь я не говорю о России, а и в Латвии, и в Литве акциз там меньше, и топливо стоит меньше, чем здесь, то это значит, что все международные перевозки, которые из Эстонии делаются, они заправляются не в Эстонии. Только на базе февраля месяца или 23 дней февраля какие-то окончательные оценки, сколько, это дать чуть рановато, потому что в конце января все перевозчики себе создали наверняка какой-то запас, во-первых, поэтому в начале марта можно спросить, сколько. Но это точно, что итоговый объем продаж упадет или упало уже. И это не только в автомобильном топливе, когда год назад в стране начали облагаться акцизом и все упечное топливо, что люди и малые предприятия у себя дома или в производстве пользовали, то в реальности это привело к большому переходу к тяжелому топливу или сланцевой масле, где поступления акциза нет, а след сорвознение окружающей среды увеличился значительно. Поэтому все эти фискальные вещи лучше сперва глубоко подумать, а не только обсудить или решить на базе экселя, меняя цифру акциза. Это не напрямую влияет на доходы бюджета. Хей Тихель, председатель управления концерна Алексиала Группа был сегодня на студии. Спасибо огромное, что пришли. Рано утром рассказали о деятельности своей фирмы. А сейчас время перейти к музыкальной паузе. В эфире Coffee Plus и группа Бандерас исполнит песню буквально через несколько секунд на ваших экранах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!